Продолжение следует... Не превратился в такое заунывное зрелище, когда поются все арии о смерти, о смерти и о смерти. Будут исполнять произведения, несущие себе такой эмоциональный веселый заряд. Конечно, некоторые произведения в заявке, в пожелании баритонов, естественно, совпадали. Но нам, мне кажется, удалось эти конфликты разрешить. Даже ценой того, что некоторые вещи были, да не доставайся, что никому. У меня в программе стоит Ориоза Мазеппы, О Марии, Роман Сфальфрама и дуэт Фальстов и Форда из оперы Фальстов. Это все то, что я очень люблю. Безумно и Верди, и Вагнер, и Чайковский. Не говоря уже о Верди, потому что Фальстов – это его последняя опера. И она совершенная. Мои коллеги некоторые говорят, что это за опера какая-то непонятная. Там ни одной арии, ни одной. Там одни ансамбли и игровые куски. А для меня это просто совершенство. Наш любимый композитор, который больше всего писал для баритонов в Верди, он любил больше всего баритонов. В любой опере он всегда как-то выделял баритонов. Как раз баритон чаще всего он как бы негодяй. То есть если тенор – это любовник, сопрано – возлюбленная тенора, то баритон, как правило, встает, особенно в Вердевских операх часто, баритон встает как между ними, скажем так. Всех приглашаю на концерт, гала баритонов. Это будет очень интересно, приходите. В этом концерте я буду петь арию Веденецкого гостя из оперы Садко и Каватину Фигера из оперы Сибирский цирюльник. Тот, кто знаком с оперой вообще и часто приходит в оперный театр, он наверняка знает, что эти арии обе, они очень сложные технически, и редко кто с ними хорошо по-настоящему справляется. Так что надеюсь, чтобы им блеснуть. Я считаю, что это должен быть, во-первых, праздник, прежде всего праздник. Неважно, какой он, оперный, застолье, свадебный и так далее. Это должен быть праздник. Это должно быть ощущение, что с чем-то ты соприкасаешься, во-первых. И, конечно, у нас такая приятная, хороших сейчас паритонов стало. И очень будет приятно работать, просто приятно.